МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просыпаются любители погонять. На Ленинском проспекте Барнаула автоинспекторы усилили контроль за лихачами. Итак, главный финансовый документ Алтайского края принят в первом чтении. Депутаты Краевого законодательного собрания сегодня на октябрьской сессии утвердили основные параметры бюджета – доходы, расходы и дефицит. Какие предложения к проекту закона прозвучали на будущее и в чем народные избранники сошлись почти ненагласно, расскажет Евгения Даровская. Депутаты, общественники, главы муниципалитетов. Аншлаг в зале объясним. Основной вопрос – главный финансовый документ. Этот большой пирог и есть краевой бюджет. Доходы – 90 миллиардов, расходы – 95. При ближайшем рассмотрении – не такой большой. Но плюсы очевидны. Главная цель – социальная поддержка. 85% всех расходов пойдет на образование, здравоохранение, развитие транспортной инфраструктуры. Увеличить фонд оплаты труда бюджетников планируется на 8%. И этого сошлись во мнении представителей почти всех фракций недостаточно. Готовы кардинально пересмотреть позицию, понимая, чтобы остановить кадровый голод в территориях. Поэтому мы выходим с инициативой. В первом параметре понимаем, что есть источники, как это кратно увеличить. Ко второму чтению единороссы сформировали 11 предложений. Среди них увеличить дотацию на сбалансированность местных бюджетов, на ремонт сельских домов культуры и, чтобы территории развивались, рассмотреть возможность заимствования из федерального бюджета. Перераспределять собственные средства предложили депутаты «Справедливой России». Есть такие статьи расходов, как общегосударственные вопросы или средства массы информации, которые в наш век научно-технического прогресса, информатизации, можно было бы минимизировать траты. Например, не издавать «Алтайскую правду» в печатном виде. Или международное место самоправления. Все равно никто не читает. А в электронном варианте... Сократить расходы на управление на 5-7% и денег станет больше, посчитали коммунисты. К слову, проект в таком виде эту фракцию не устроил. Рост в украинском секторе тоже не предусмотрен в течение трех лет. Для «Алтайского возможностей» это негативный фактор. А есть предложения, не поддерживая данные на проект бюджета. С тем, как будут голосовать, депутаты фракции ЛДПР определились только сегодня. Воздержались в надежде изменить точку зрения ко второму чтению. Есть предложение создавать новые эффективные рабочие места и повышать должностные оклады. Если мы оценивали прошлый бюджет как бюджет застоев, то этот бюджет мы готовы оценить как бюджет уверенного развития. Мы считаем, что нам нужен бюджет с более прогнозными и цифрами, и результатами. Но даже оппозиция сегодня звучала не столь категорично, как раньше. Подчеркнув, впервые за много лет краевая власть внимательно относится ко всем замечаниям. Большинством голосов 52 за, 4 против, 9 воздержались. Главный финансовый документ края в первом чтении приняли. Ко всем предложениям, которые есть, подойдем абсолютно внимательно, всесторонне. Потому что они, каждый, имеют большое значение. Может быть, даже какие-то небольшие темы, но для конкретных людей, для конкретных организаций это очень важно. После утверждения федерального бюджета во втором чтении станет известно, какую точно сумму дотации получит Алтай. И уже на ноябрьской сессии депутаты приступят к постатейному распределению частей большого пирога под названием «Краевой бюджет». Евгения Даровская, Александр Антропов. Наши новости. Продолжим. В Наукограде обвинение предъявлено 20-летнему местному жителю, который убил 44-летнего мужчину и 18-летнюю девушку. Напомним, его задержали по горячим следам. В ходе допроса он дал признательные показания. В ближайшее время в суд направят ходатайство, а заключение его под стражу. Почти 200 нарушений только за двое суток зафиксировали сотрудники ГИБДД на Ленинском проспекте Барнаула. С недавних пор центральные улицы города повышенное внимание. После смертельных ДТП автоинспекторы решили усилить контроль. «Потребляли алкоголь сегодня? Нет? Нормально себя чувствуете, да? Давайте пройдем, посмотрим вас в патрульном автомобиле». Как только появились видеокамеры, водитель сразу же изменил решение. До этого, уверяют сотрудники полиции, отказывался выходить из авто. Оказалось, у него отсутствует страховой полис. Получил штраф и пошел домой пешком. «Знаете, что на проспекте Ленина аварий много включается? Конечно, быстро не ездим. Но вы обладатель автомобиля такого спортивного?» «Мы уже понимаем. Мы с головой дружим». Теперь сразу шесть патрульных автомобилей каждую ночь дежурят на центральном проспекте Барнаула. Это в три раза больше, чем в другие дни. Причиной такого решения послужил целый ряд страшных ДТП. Самое громкое – столкновение BMW 6-й серии и Renault. Тогда в аварии погибло три человека. Двое до сих пор в реанимации. Виновник в СИЗО. «Эмоций много было. Зачем так лед? Тем более город. Ладно, выехал за трассу, за город, где людей нет, никого. Еще можно маленько притопить, а так вот ездить, не знаю». В вечерние и ночные часы, когда город засыпает, просыпаются они, любители прокатиться с ветерком. Проезд на красный и быстрая езда. Эти нарушения чаще всего мелькают в сводках ГИБДД. В итоге правоохранители объявили тотальную проверку. Это предполагает не только остановку нарушителей, но и всех, без исключения машин. «Поэтому пока о цифрах говорить рано. Будем позже делать выводы какие-то. Но уже видна работа, проделанная экипажами. У нас после восьми часов уже более-менее мы с вами проехались, спокойно становится. Гонщиков практически нету, вообще их я не заметил». С таким дополнительным контролем, как это ни странно, сами участники движения согласны. Правда, говорят, иногда все же хочется немного превысить скорость, вот только условий нет. «Если хочется выехать куда-нибудь погонять, то за город, либо на специально отведенное место. Было бы неплохо, если бы его сделали в Алтайском крае, построили. Если бы было место специальное, так называемый трек, я думаю, большинство людей было бы там». Для того, чтобы центральный проспект Барнаула не превращался в арену для гонок, завтра установят систему «Арена». Это устройство с фотофиксацией замеряет скорость. Пешеходам, в свою очередь, тоже не стоит забывать об элементарных правилах дорожного движения. Даже если этот маршрут короче, в руках тяжелые пакеты и есть проблемы со здоровьем. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Проблема о нехватке кадров в больницах и поликлиниках края по-прежнему актуальна. Талоны к докторам приходится ждать неделями. Почему люди не могут попасть к врачам первой необходимости и как решают эту проблему в Олейской центральной районной больнице, расскажет Валентина Аскерова. О белом халате она мечтала с детства. Кристина Измайлова – молодой врач-стоматолог, выпускница Алтайского медуниверситета. В этом году закончила обучение и вернулась в родной Олейск лечить земляков. В день принимает до 10 пациентов. Тяжело, признается девушка, но все же в радость. Я всегда по жизни шла и знала, кем я хочу стать. Много людей, естественно, боится стоматологов. Это всегда было, есть и будет. Стараемся бороться с этими страхами, убеждать, что ничего страшного нет, что за свои незуба ему нужно следить и что все будет хорошо. В этом году в Олейскую ЦРБ, помимо Кристины, пришли еще два врача. Молодая супружеская пара, оба эпидемиологи. Но три новых специалиста – это капля в море, говорят пациенты. Кадровый голод здесь стоит остро. На 43 тысячи человек, столько обслуживает больница, всего 6 терапевтов, а должно быть 11. Терапевтам вечные очереди, вечные талончики за неделю вперед. А каким врачам легко попасть? Каким? Ну, не знаю, нам электрик стоматологом дергать, чем к остальным. Нет жилья у нас. Одна проблема, что нет в городе жилья. Молодые специалисты снимать квартиру очень дорого, благоустроено в общежитии. Ну, блин, не очень хотят проживать. По этой же причине в больнице дефицит других специалистов. Но руководство пытается решить проблему. Для этого частично или даже полностью финансирует обучение студентов-медиков. Врач-кардиолог и врач-рентгенолог, они второй год в ординатуре уже обучаются. Когда придут? Они придут у нас в июне, июле, как закончат обучение в ординатуре. Дефицит кадров актуален и для других медицинских учреждений края. На сайте Минздрава в графе требуется несколько сотен вакансий в поликлиниках и больницах. Только Олейское ЦРБ, помимо терапевтов, остро нуждается в кардиологах, неврологах, врачах скорой помощи, рентгенологах. Общая недокомплектация составляет 40%. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Георгия Жукова из Новолтайска срочно нужна дорогостоящая операция на сердце и легком. Если ее во время не сделать, 18-летнему парню могут ампутировать легкое. Врачи из Германии пообещали помочь семье, но операция обойдется в 3 миллиона рублей. Георгий родился с пороком сердца. Несмотря на свою болезнь, добился успехов в учебе. Георгий отличник, победитель краевых олимпиад по математике. После лечения мечтает поступить в институт ядерной физики. Но сейчас ему сложно даже подниматься по лестнице. Требуется срочная операция, чтобы устранить порок сердца и сохранить легкое. Отец Георгия погиб много лет назад. Для его мамы 3 миллиона. Сумма неподъемная. Друзья семьи организовали сбор средств, устраивают благотворительные концерты, расклеивают листовки. За несколько дней удалось собрать около полутора миллионов рублей. Необходимо еще столько же. Миллион шестьсот. Помочь Георгию можно, отправив смс на номер 7195. Услуга доступна для абонентов всех мобильных операторов. Сегодня Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая получил в дар от дочери поэта Роберта Рождественского, Екатерины, вещи, которые были ценностью ее семьи. Теперь они будут храниться в фондах музея. Подробности знает Александр Захаров. Все это обстановка квартиры матери поэта. Старинный резной диванчик, кресло, бомбоковая этажерка. Эти вещи когда-то стояли на даче поэта в Подмосковье. А еще проигрыватель магнитофон с их помощью один из ярчайших представителей эпохи шестидесятников писал слова на музыку. Теперь в фондах музея будет храниться и домашний телефон рождественских. Он помнит голоса многих известных поэтов и друзей Роберта Ивановича. С этим чемоданом наш земляк ездил по всему Союзу и за рубеж. А вот и швейная машинка, которая принадлежала его теще, Лидии Яковлевне. У них сложились потрясающие отношения. Не случайно, по воспоминаниям дочерей, на этой машинке нашило платье для всей семьи. Эти и 80 других предметов передала на Алтай дочь поэта Екатерина. Благодаря этим предметам, которые вы видите в этом зале, конечно, мы сможем рассказать о всех обитателях этого счастливого и дружного дома. Шесть лет назад на родине Рождественского в Косихе уже открылся филиал музея нашего земляка. С тех пор пополнять экспозиции личными вещами поэта стала доброй традицией для его дочерей Екатерины и Ксении. Сотрудники Гмелика уже работают над дизайн-проектом новой выставки. Семья умеет хранить свою память. Если то, что мы многие называем хламом, для них это история семьи. Поэтому отношение к этим предметам самое трепетное, на самые строгие судьи – это как раз родственники. Экспозицию планируют открыть в Мемориальном музее поэта в дни проведения третьего литературного фестиваля Роберта Рождественского, который состоится в июне 2019 года. Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости. В разы увеличить поставки продукции как в российские регионы, так и за пределы страны. Компания «Ренессанс Косметик» внедряет новую высокоскоростную линию. Главная особенность установки – скорость и полная автоматизация рабочих процессов. Эта производственная линия способна выпускать 6000 единиц продукции в час. И мы работаем как раз над тем, чтобы всячески пытаться оптимизировать эти процессы, производственные процессы, в том числе и автоматические линии, для того, чтобы добиться большей рентабельности, получить большую прибыль. Линия выполняет весь цикл операции – от изготовления тары, розлива, заканчивая подачей упаковки на отгрузку и выявлением возможных ошибок. Это позволит увеличить производительность с 4 до 8 миллионов единиц выпускаемой продукции в месяц. Это вот то, к чему надо стремиться. То есть это технологический прорыв по большому счету. Компания «Ренессанс» гарантирует и качество продукции. Ведь доверие клиентов – одна из главных задач предприятия. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края ясная и теплая для конца октября погода. Бийский и Заринский – до 10 тепла, в Рубцовский и Белокурихе – 11. В Барнауле южный умеренный ветер и без осадков. В ночное время около ноля, днем до 10 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok